День Детской Книги День Детской Книги А начинаем мы нашу программу с полезных советов, которые придутся, кстати, всем женщинам. Давайте посмотрим вместе наш сюжет. Искусство успевать – одно из самых важных для современного человека. Мы все стремимся успеть, причем все и сразу. Не всем, но многим это удается. Одна из них – это Лясян Бореева, предприниматель, мама двоих детей, автор проекта «Вдохновляй и вдохновляйся». Помогает женщинам найти свое предназначение и умеет правильно планировать свой день. Очень важный навык, что мне помогает – это заранее планировать свой день, заранее планировать свою неделю. А это начинается с умения ставить долгосрочные цели на 10 лет, даже на 20, на 10, на 5 лет, на год. Потому что мы должны понимать, к чему нас приведет наш сегодняшний шаг. То есть что я такого должна сделать сегодня, чтобы через 25 лет прийти к этому успеху. Если мы все-таки пренебрегаем каким-то действием сегодня, каждый раз говорим, что я начну день с понедельника, то мы тем самым забираем у себя успех через 20 лет. Потому что мы понимаем, что именно определенное количество шагов приведет нас к этому действию. И качество – это и есть набор количества. Хорошо, со временем определились, а где брать силы для реализации новых дел и идей. Ведь это очень важно. Реально отдыхаю, пытаюсь думать о позитивном, настраиваться, конечно, на позитив. Побольше добра, побольше настраиваться на добрые дела и, в общем-то, все, хорошо будет. Внуки, внуки дают мне силу. У меня двое внуков и старшая внучечка уже в университете учатся. Вот маленькие, два года. Надо хорошо кушать и спать 8 часов. Тогда будете все успевать и будете силы на все иметь. Это раз. Во-вторых, у вас, Казань, настолько замечательный город, люди здесь никуда не торопятся, но я смотрю, они все успевают туда, куда хотели бы успеть вовремя. Каждый день мы делаем по 100 дел и уже даже не замечаем своей загруженности. И зря. Ведь именно из-за перенапряжения возникает упадок силы и плохое настроение. Стоит хоть чуть-чуть расслабиться, и нагнать упущенное будет почти невозможно. Мы каждый вечер, когда ложимся спать, обязательно ставим наш телефон на зарядку. Потому что иначе он работать на все еще не будет. Но очень часто, особенно женщина, забывает про то, что себя тоже надо наполнять. Во-первых, это спорт. Также, что еще наполняет? Это питание. Конечно же, вот как говорят, в здоровом теле здоровый дух. А здоровое тело – это когда мы то, что мы едим. Мы говорим вам «Здравствуйте», наша программа продолжается. С 1 апреля на 2,9% проиндексированы социальные пенсии в России. Кого коснулась индексация? Об этом поговорим с Алсой Мордеевой, заместителем начальника отдела назначения и перерасчета пенсии Управления Пенсионного фонда России в Ахитовском районе города Казань. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Алсуя Фердинандовна, расскажите, кого коснулась сегодняшняя индексация? Да, действительно, у нас 1 апреля проиндексировались пенсии на 2,9%. Это коснулось социальных пенсий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Хочу пояснить, кого касается. Это социальные пенсии, это у нас полагается детям-инвалидам. Детям потерявших родителей и у детей, у которых неизвестны родители, полагают социальные пенсии. Также у нас есть социальные пенсии, назначаем, называется социальные пенсии по старости. Это, может, по каким-нибудь причинам, у кого-то нет стажа, зарплаты. Зарплаты мужчинам назначаем 65 лет, а женщинам 60 лет. Им тоже полагается пенсия, у них тоже проиндексировалась пенсия на 2,9%. То есть пенсия по государственному пенсионному обеспечению, получается, да? А сколько пенсионеров Республики Татарстан коснулась апрельская индексация? Наша апрельская индексация коснулась около 160 тысяч пенсионеров по Татарстану. Из них 78 тысяч пенсионеров социальные пенсии получают. А вот индексация произведена всем указанным категориям пенсионеров или вот только неработающим? Индексацию мы произвели всем, кого касается этой категории пенсии. Всем на 2,9% повысили. Независимо они работают или не работают. И кто пенсию получает по инвалидности работающим пенсионерам, им также повысили эти пенсии. А уже социальные пенсии по старости, которым мужчинам полагается в 65 и женщинам в 60, назначаются вообще, если они не работают только. В этом случае уже если они... Неработающие пенсионеры. Да, неработающим. А вот насколько мы знаем, социальные пенсии, они вообще самые маленькие. А вот интересно, каков средний размер этого вида пенсии по Татарстану? Вообще социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в среднем около 8 тысяч. Но в то же время хочу напомнить, что в 2018 году каждый пенсионер не будет получать меньше прожиточного минимума. На сегодняшний день прожиточный минимум у нас 8232 рубля. Если даже пенсия меньше этой суммы, значит до этой суммы мы будем платить доплату. Федеральная социальная доплата называется. То есть в любом случае прожиточный минимум получим? До прожиточного минимума мы эту пенсию доведем. Ну и вот в связи с этим, наверное, и следующий вопрос. Ожидается ли повышение пенсии в 2018 году? В 2018 году у нас ожидается перерасчет работающим пенсионерам. Это с 1 августа 2018 года всем будет перерасчет в пределах 3 баллов. Это где-то в сребне 244 рубля повышение. В общем, стоит ожидать повышение, что несомненно радует. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Мы желаем вам продуктивной недели. А всем нашим телезрителям напоминаем, что впереди вас ждет еще масса интересных и гостей, и сюжетов, конечно же. Если вы захотите посмотреть повтор нашей программы, заходите на наш сайт www.tnv.ru. Также мы есть в Инстаграм, ВКонтакте и, конечно же, в Ютуб. Там вы сможете и не только посмотреть, но и, конечно же, оставить свои вопросы. А вот можно я небольшой спойлер дам нашим зрителям, чтобы, так сказать, подогреть вот этот интерес к будущему, что у нас здесь происходить будет в нашей студии? У нас будут очень интересные гости. Более того, громкие гости. Очень громкие гости. Мы сейчас, по-моему, все про них расскажем, но все-таки попытаемся сохранить завесу тайны. Вот. И если вам не хватило сил сегодня до конца как-то проснуться, привести себя в чувство, то вот именно эти гости, они вам не только помогут проснуться, вы наберете вот эту вот энергию нужную, самое главное. На всю неделю. При помощи звуков, при помощи, да, при помощи именно ритма. В общем, я сейчас точно расскажу, поэтому больше не буду. Не рассказывай, не рассказывай. Друзья, в общем, не переключайтесь. Также вас ждет гороскоп и новый рецепт, много интересов. И также, конечно, мы поговорим о погоде. А пока небольшой блок рекламы, она будет недолгой. Не переключайтесь ни в коем случае. Помните, гости у нас будут. Доброе утро. Ну, а сейчас традиционное время гороскопа в нашей программе. Овны, сегодня вас будут окружать только позитивные люди. События в вашей жизни начнут набирать обороты, заранее обдуманные и протестированные идеи станут реализовываться еще быстрее. Тельцы, ни в коем случае не начинайте день с претензий. Подобное ваше поведение может перечеркнуть достижения последнего времени и расстроит ваши ближайшие планы. Проведите этот апрельский день плодопорно. Доведите до ума то, до чего никак не доходят руки. Позаботьтесь о своих близких. Близнецы. Пришла пора менять стратегию. Звезды предлагают вам стать более практичными, делать все основательнее, чаще задумываться о моральных последствиях, а не только о материальных благах. Раки. Повышенная эмоциональность в начале дня сменится в его конце активностью и жаждой деятельности. Проводить эксперименты или начинать новое дело в этот день месяца нежелательно. Для льва этот день приобретает особое значение. У него намечаются деловые контакты и переговоры. От того, насколько вы практично и рационально будете действовать, принимать правильные решения и зависит ваше материальное благополучие в ближайший период. К лету надо готовиться. Девы, не поддавайтесь сегодня эмоциям и бессознательным импульсам. Контролируйте себя вовремя, ограничьте себя в высказываниях, не навязывайте свое видение жизни, решение какой-то проблемой. Помните, вашего совета ждут не всегда. А наша программа продолжается и сейчас время полезных советов. Причиной заболевания Даниэга Риповой, скорее всего, стали возрастные гормональные изменения. Из-за этого недуга женщина оказалась на месяц прикована к постели. А ведь она всего лишь неловко поставила ногу, когда спускалась по лестнице. В итоге врач поставил диагноз – перелом шейки бедра на фоне остеопороза. У пожилых людей, вообще скажем, наиболее часто при остеопорозе ломаются шейка бедра, то есть тазоберный сустав страдает, кости запястья при падениях. Ну и, естественно, особенно при переломах шейки бедра, иногда срастить перелом просто не удается у лиц пожилого возраста после 60-70 лет. Самое неприятное – болезнь – это необратимо, говорят врачи. Но чем раньше мы заметим ее признаки, тем раньше можно начать профилактику. Что происходит? Объединенная кальцием кость становится хрупкой. Хрупкой, и в результате получается как бы микроперелом, особенно позвоночника. И вот появляется боль в спине, оседание позвонков. Ну, вы, наверное, слышали, что бывает, что люди как бы с возрастом, рост их уменьшается. В этот момент как раз уменьшение роста происходит из-за остеопороза. Как же распознать симптомы этой болезни на самой ранней стадии? Уменьшение роста больше, чем на полтора сантиметра, нарушение осанки, искривление позвоночника, боли в костях, особенно в грудном, в поясничном отделе. Сахарный диабет развивается у человека, и тоже нужно уже заботиться и о минеральном обмене организма. Парадонтоз, ранняя седина. А еще хрупкость ногтей и учащенный пульс. Эти симптомы означают, пора идти на диагностику. Что же делать, чтобы не было остеопороза? Меньше двигаться, чтобы, не дай бог, не травмироваться? Оказывается, наоборот. Наш организм устроен так, что на разогретых костях хорошо усваивается кальций, и все питательные вещества необходимые организму также усваиваются из продуктов питания, приведения правильного образа жизни. Не все так страшно. Если у вас нет генетической предрасположенности, с грозной болезнью можно справиться, замедлить или предупредить. Ешьте продукты, богатые микроэлементами, а постоянное движение и даже отказ от плак цивилизации, хотя бы лифта и иногда транспорта, помогут быть энергичными в молодости и старость встретить с радостью. Как часто мы заедаем плохое настроение? И не зря. Испанские ученые исследовали причины депрессии среди 4000 мужчин и 5000 женщин. Обнаружило, что степень депрессии у мужчин зависит от совокупности таких факторов, как курение и дефицит фолиевой кислоты. Вот так. А у женщин от отсутствия физической активности на фоне дефицита витамина В12. И это далеко не безобидное явление. Дефицит питательных веществ приводит к подавленному состоянию, а депрессия мешает нормально питаться. Замкнутый круг. И не говори. Разорвать его, кстати, можно, если системно употреблять бобовые, орехи, темно-зеленые овощи, рыбу, морепродукты. В них много фолиевой кислоты и витамины В12. Депрессию также можно заесть помидорами. Они содержат большое количество фолиевой и альфа-липоевой кислоты. Главных врагов подавленного состояния. О, помидоры нужно купить. Продолжим тему еды очередным вкусным и несложным рецептом. Смотрим внимательно. Для приготовления этого блюда вам понадобится Картофель 4 штуки, сметана 150 граммов, сливочное масло 20 граммов, ветчина 2-3 ломтика, сыр чеддер 50 граммов, сыр дорблю 70 граммов и зеленый лук. Картофель тщательно вымыть, завернуть в фольгу и выпекать при температуре 190 градусов до мягкости час-полтора. Тем временем ветчину нарезать и натереть сыр на мелкой терке. Смешать. Зеленый лук измельчить и смешать с кусочками голубого сыра. Готовность картофеля проверить зубочисткой. С помощью ложки извлечь мякоть и переложить ее в миску. Добавить сметану, масло и растереть. Половину картофеля смешать с зеленым луком и сыром. Половину с ветчиной и тертым чеддером. Начинить картофель и выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита! Ой, ты знаешь, как-то вот очень-очень лето захотелось, чтобы печеную картошечку в костре, да? Да, поливаю. Ой, очень вкусно. И самое главное, что это настолько вкусно, потому что вот так вот просто все это сделать, и чем проще, тем вкуснее, вот как я думаю. Поросал в костер, достал и поел. Ох, а наша программа продолжается. Весна так долго не радовала нас солнцем и хорошей погодой. Ну, вот что чистить перышки, ну, совсем не хотелось. Хотелось есть, есть. И вот теперь время пришло. Начинай, начинайте и вы, дорогие телезрительницы, причем начните с очищения всего организма. Лучше всего начинать очищать организм во время смены сезонов. В идеале детекс-программа должна длиться 4 недели. Начните с корректировки своего питания. Откажитесь от полуфабрикатов и консервов, кондитерских изделий и продуктов с высоким содержанием сахара, а также от кофе, алкоголя и фастфуда. Ешьте больше фруктов, овощей и зелени. Делайте всевозможные зеленые смузи, коктейли и супы. Среди круп отдайте предпочтение гречке и рису. В первые 2 недели постарайтесь также ограничить употребление мяса и молочных продуктов. Пейте много жидкости. Включите в программу детекса регулярные занятия спортом. Они ускорят ваш метаболизм. Особое внимание также надо уделить процедурам по уходу за собой. Любая программа по очищению организма должна включать в себя детекс кожи. Тщательно удалить верхомертвевших клеток необходимо для того, чтобы коже стало проще выводить токсины. Если вы делаете пилинг от случая к случаю, то в режиме детекса начните скрабировать кожу ежедневно или как минимум через день. Самым полезным для очищения организма являются соляные скрабы, которые не просто полируют кожу, но и помогают ей быстрее вывести токсины, ведь соль обладает свойством вытягивать воду. Для приготовления скраба достаточно смешать морскую соль с оливковым маслом в пропорции один к одному. По желанию можно добавить небольшое количество порошка фикуса или красного перца. Перед нанесением скраба примите горячий дождь, чтобы распарить кожу. Нанесите скраб на все тело, помассируйте в течение нескольких минут, затем смойте. Еще одна очень полезная процедура в рамках детокс-программы – это очищающая ванна. Существует несколько основных правил. Первое – принимать соляную ванну следует не чаще одного раза в неделю. Второе – перед ванной нежелательно проводить пилинги. Третье – длительность процедуры не дольше 15-20 минут. И четвертое – температура воды не должна превышать 37 градусов в соляных ваннах и 40 в масляных. Для приготовления соляной ванны просто добавьте в нее 1 килограмм морской соли. Чтобы приготовить масляную ванну, добавьте в молоко 4 капли эфирного масла грейпфрута или 12-15 капель масла чайного дерева. Растворите полученную смесь в воде. Обратите внимание, что масла обязательно нужно предварительно растворять в молоке. Детокс. Детокс. А что еще интересно вы сможете посмотреть на ТНВ, узнаете в постоянной рубрике. Смотрите, выбирайте. Таня успешно занимается ювелирным делом и создает прекрасные украшения. Ну что ж, покажу с них в нашем театре. Из города балета очередь вам по крайней мере обеспечена. Елена все больше отдаляется от людей. Дедушка, смеешься. Мне страшно. А чего ты боишься, Леночка? Потеряюсь. Заблужусь. Казус Кукотского сегодня в 9.00. Муся, ты? Что? Я первый тур прошла. Ура! Молодец, Муся, молодец. Сейчас. Чего? Цветы девушки мои. Останьте. Вот, держи. А ну, стой. Елизавета Боярская, Екатерина Васильева, Елена Подкаминская в истории о семье, в жизнь которой жестоко ворвалась война. Они остались один на один с бедой, они остались один на один с бедой и отныне пойдут фронтовыми дорогами каждая сама по себе. Пока не встретятся вновь. Чтобы заплатить по всем счетам, я вернусь. Премьера сегодня в 12.00. Фрида Габитова встречает весну на улице, чтобы показать и рассказать, как наши руки не только помогают, но и заражают нас. О простых правилах для чистых рук и не только. Говорим сегодня в программе «Если хочешь быть здоровым» на ТНВ. Здравствуйте, наша программа продолжается. И уже готов выйти с нами на связь наш коллега Данью Йоркенжаев, который расскажет, какая же погода нас ожидает сегодня. Может, уже потеплеет. Порадуй нас, Данью Йорк. Может, уже начнет все цвести, пожалуйста. Привет, привет, ребят. Всем здравствуйте, доброе утро. Итак, наступил второй апрельский день, а это значит, что сегодня крестьяне всего мира поклоняются льну. В этот день нужно было вынести все свои красочные тканные изделия из избы, чтобы развесить их на заборах, знаете, на деревьях, на всем, что угодно, лишь бы это радовало глаз окружающих. Если вы молодой и незамужний человек и мечтаете о свадьбе именно в этом году, вам, именно вам нужно вынести два льняных полотенца и повесить их на березе. На одном из полотенец должна быть вышивка в виде двух рыбок, а на другом полотенце ваши собственные инициалы. По народным приметам именно это поспособствует вашему скорейшему замужеству. В общем, верьте народным приметам и, может быть, что-то выгорит. Ну, а теперь о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит плюс 3 градуса, вечером будет чуть прохладней, плюс 1. Плюс, наконец-то, начался, друзья. Сейчас идет небольшой снег с дождем, днем осадков не ожидается, целый день будет облачно, к сожалению. Ну, кому-то нравится и облачная погода. А у меня на этом все. Всем отличного настроения, друзья. Грейте себя и своих близких. Самое главное, одевайтесь теплее, потому что погода бывает обманчива. Пока-пока. Спасибо, Даниор. Уж кому как не Даниор узнать, что погода бывает обманчива. Я вот только-только попросил Даниора, пожалуйста, он выходит в кадр, а там снег идет. А ты знаешь, а я заметила у Даниора новая стрижка. Тебе очень идет, Даниор. И, кстати, несмотря на то, что зимний пейзаж до сих пор за окном, все равно чувствуется, что весна уже пришла. Лужи кругом и птицы. Вот с утра я просыпаюсь под пение птиц. Да, можно так же сделать так, чтобы была весна, просто уговаривая себя. Типа, ну вот такая весна. Я хочу такую. Никуда она не денется, придет. А вот юные эксперты уже готовы обсудить, что такое конфеты. А потом долгожданный, очень громкий сюрприз в студии. Кафеты придумал повар, потому что у него много какао. Потом просто надо налить молоко и какао, и смешать с ними. И положить холодильник за 10 минут. И получится конфета, но без упаковки. А упаковку придумывает художник, который рисует пакеты, чтобы было празднично. Конфеты – это сладкие фигуры. Например, мишки и машинки. Конфеты едят с чаем. Конфеты очень сладкие, а чай горячий. И чтобы он был холодненьким, нужно подуть и ветеринар поставить. Конфеты – это сладкая еда. Их нужно сосать или кушать, чтобы было хорошее настроение. Конфеты живут в красивых вазочках или в красивых полочках. Их любят все дети, но особенно девочки. Конфеты всегда в фантиках. Фантики нужны, чтобы когда они упадут, фантик защитит от глязи. Это ее шуба. Конфеты едят только люди. А если дать конфету или собаке или кошке, они ее выбрят, то скажут – фу, гадость. Как хорошо заметил мальчик, что конфеты едят люди. Вот действительно, животным ни в коем случае нельзя конфеты давать. Да, в принципе, и взрослым нельзя перебарщивать. Животным нельзя конфеты давать? Нет, конечно. Да и взрослым много нельзя. Прости меня, Джулия, я очень долго кормил тебя конфетами, это моя собака. Вот поэтому она у тебя и беззубая. Мама до сих пор есть. Хотя я годик. Ну что, дорогие друзья, буквально через несколько минут вас ждет феерический сюрприз. Это будет настолько классно, громко и красиво. Такого у нас еще точно в программе не было. Так что ждем с нетерпением вместе с вами. И напоминаем, что если вы захотите посмотреть повтор нашей программы, для этого вам достаточно зайти на наш сайт www.tnv.ru, но также зайти в YouTube, подписаться на нашу группу ВКонтакте или же в Instagram. Кстати, ВКонтакте вы можете оставлять свои вопросы, и мы постараемся обязательно на них ответить в ближайших наших программах. Да, мне кажется, мы с завесой и тайной немного переборщили уже, но оно того стоит, поверьте. Не переключайтесь, реклама будет недолгой, а потом такой сюрприз. Ах! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы будем делать упражнение «Почка с медом». Оно поможет нам укрепить мышцы рук, пресс, спину, а также бедра. И начнем мы, как всегда, с разминки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты права, Ассоль. Поехали! Делаем скручивание. Поворачиваемся в правую сторону. Один, влево, два, вправо, три, четыре. Ускоряемся. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот мы и разогрелись. Переходим к нашему основному упражнению. Ноги ставим широко. Поднимаем бочку с медом. Бочка у нас тяжелая. Вращаем бочку в правую сторону. Один, два, три, четыре. И в другую сторону. Один, два, три, четыре. Положили бочку, делаем наклончики вниз. Один, два, три, четыре. К правой ноге. Один, два, три, четыре. К левой ноге. Один, два, три, четыре. Ноги должны быть прямыми. Обязательно. Чуть-чуть встали. Обняли дерево. А это для чего? Это нужно нам для того, чтобы укрепились мышцы рук. И мы набрали энергию на целый день. И были бодры и веселы. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Всего доброго. Будьте здоровы. Доброе утро. Мы продолжаем. У нас в гостях Асия Садыкова, директор татарско-японского информационного культурного центра «Сакура». Доброе утро. Доброе утро. Ой, это хайлирте. Хайлирте. Это просто настолько было феерично, эмоционально. Скажите, ребята впервые в Казани? Ребята впервые в Казани. Но, в принципе, эта группа уже гастролировала в России. И руководитель группы, эта центральная играющая фигура, он был в России более четырех раз. Кстати, состав группы очень интересный. В составе группы есть актеры. Они все закончили одну, значит, учебное одно заведение. И сенсей, значит, Цуки-сан, он является сенсеем всех остальных исполнителей. Но это университет, который готовит актеров. И среди, значит, исполнителей не только музыканты, но есть даже еще и писатель, у которого вышли три книги. И в составе группы есть еще молодой человек, который только четыре года в составе этой группы. А сколько вообще лет группе существует? Группа уже существует более десяти лет. И она достаточно известная группа. Но самое удивительное, что этими пятью совершенно харизматичными мужчинами руководит женщина. Вот как? Вот так, да? Руководите коллективы, получается? Да, за каждым сильным мужчиной стоит женщина. Вот так. Она, кстати, тоже приехала. Да, это замечательно. А подскажите, пожалуйста, название коллектива достаточно сложно в произношении. И все-таки, как они называются? Готтен. 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 Что это означает? Ну, для них это как бы восходящий луч. А, какое красивое значение. Одно слово, готтен, восходящий луч. Восходящий как бы. Так, а вот для чего в Древней Японии устраивались такие барабанные шоу? Расскажите, пожалуйста. Вообще, по истории считается, что эти барабаны, они называются тайка. И сюда приехало восемь барабанов. Вообще, это тоже отдельная история. Доставка вот этих барабанов, это тоже отдельная история. Значит, они берут свои корни, ну, так предполагают, то ли в Корее, то ли в Китае. Но, как вот говорил представитель посольства Японии, что Япония такая страна, что технологии к ним приходят от кого-то, они их доводят до совершенства и потом выдают за свои. Поэтому с 9 века японцы стали фактически как бы родоначальниками барабанов тайка. Вы видели большой барабан тайка. А есть еще... Есть поменьше, есть, который на них. Сегодня, да. И те люди, которые сегодня придут на концерт в Казанскую филармонию, значит, они как раз познакомятся с этим фееричным шоу. Ребята выступали, они открывали 12-й международный фестиваль современной японской культуры и анимации «Феникс». Кстати, на этот фестиваль пришло заявок более чем от 1200 представителей из 68 городов России и, соответственно, мира. То есть у нас были гости из Берлина, были гости из Японии, значит, ну, помимо барабанщиков, еще молодые люди, которые очень любят это искусство переодевания. А как встречает наш казанский зритель вот японских барабанщиков? Очень интересно. Ну, я хочу сказать, что вот те, которые ко мне обращались, они, наверное, слышали... Барабанщики ведь в разных странах. Вот. Значит, лет 10 назад приезжали китайские барабанщики. Я сама посещала это шоу, и на меня это произвело впечатление. Поэтому я считаю, что вот приезд японских барабанщиков... Правда, кто-то говорит, что были какие-то группы. Но вот такого профессионального уровня и таких харизматичных действительно людей с музыкальным образованием практически не было. Ну, я просто посмотрев на то, что они с одним барабаном вытворяют, не побоюсь этого слова, а когда их 8, вы сказали, барабанов, да? Мне кажется, это просто настолько... Вот 5 таких больших барабанов и еще 3 маленьких. А они все называются тайко? Все тайко, да. То есть просто разные размеры идут тайко? Да, просто потом уже у них идет определенная градация. Ну, это удивительное действительное действие. Спасибо огромное, что вы привезли вот таких замечательных, харизматичных, талантливых ребят к нам. Тарсан, спасибо, что пришли к нам. Ну, я все-таки хотела бы еще поблагодарить фактически организаторов. Это вот движение изнутри. Организация фестиваля «Феникс» происходит уже сколько лет благодаря общественной инициативе. Вот людей, которые в период между фестивалями, значит, общаются между собой в виртуальной реальности. Вот это, в принципе, один из признаков открытого общества. И то, что Казанский фестиваль является одним из крупнейших в Поволжье, это, конечно, заслуга молодежи. Это прекрасно. И конкретно аниме-лаборатории. Это же так здорово, что общаются люди из разных стран, да, и вот объединяются. Ну, просто это, мне кажется... Это очень здорово. Вы бы видели, какие затем идут публикации от наших друзей из соседних городов. Кстати, больше всего было из представителей, значит, из Москвы было 47... Отзывов? Нет, участников, более 80 из набережных Челнов. Из Ижевска очень большая делегация, где-то порядка 47 тоже человек. Ну и от всех соседних городов. Это прекрасно, что объединились столько людей. Это очень здорово, что вот эта культура так всех объединяет, и действительно, ребята, которые приехали сюда... Я сколько знаю, что эти барабаны стали национальным символом уже Японии. В Японии, да. Спасибо вам огромное. Ну, а мы поговорим сейчас с нашей коллегой Камилой Хакимулиной, и она нам расскажет, что интересного еще можно посмотреть в нашем городе. Да, какие культурные события вас ожидают сегодня, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня 2 апреля, и с вами Камила Хакимулина. Новая неделя началась, а это значит, что вас ждут новые и интересные события. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам. Небо над небом. Это тонкий и ироничный спектакль настроения с оригинальной пластикой. Он вдохновлен творчеством выдающихся деятелей искусства, художников Рене Магрита и Франсиско Гои, писателей Франца Кавки и Германа Гессе, танцовщицы и хореографа Пины Бауш, театрального режиссера Филиппа Жанти, небо над небом, необычное место, где рождаются гении. Замечательно намечается вечер, но предлагаю двигаться дальше и посетить две удивительные выставки. Подробнее о них в наших следующих сюжетах. Выставка казанского художника Славы Зайцева. На ней вы увидите картины, выполненные из подручных материалов без использования красок, но при этом они не уступают восприятию классической живописи или графике. Экспозиция – это более 70 работ, выполненных сухими листьями, землей и песком, крыльями тропических бабочек, мебельными скобами и обрывками глянцевых журналов. Выставка «От первобытности к цивилизации». На ней представлены материалы полевых исследований 15 археологических памятников, расположенных на территории Среднего и Нижнего Поволжья. Всего можно увидеть более 500 экспонатов, которые позволяют проследить этапы эволюции материальной культуры человеческого общества древности. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего, но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Пока-пока! Большое спасибо большое Камиле. Мы точно теперь знаем, как можно хорошо и красиво, и главное, интересно провести вечер понедельника. Ну а сейчас продолжение астропрогноза, и для весов вот что. Синоптики-то, синоптики. Вот в чем я говорю? Астрологи. Астрологи, да, весы. Очень интересно, этот день не внесет больших изменений в вашу жизнь, вам придется питаться плодами прошлого. Все, что посеяли, плохое или хорошее, теперь и пожинайте. Этот день можно посвятить учебе, интеллектуальному или ручному труду. Скорпионы, сегодня вам должно повестись людьми, которые решат помочь вам в самой нелегкой ситуации. И избавьте на сегодня свою голову от всех неприятных мыслей. Хороший день для стрельцов. Не будет никаких раздражителей, все дела будут идти как по маслу. Звезды говорят, что сегодня у вас должны быть ушки на макушке. Ушки на макушке. Прислушивайся ко всему. Это маршрут же, ушки на макушке. Козероги целый день будут как в розовом тумане, а все потому, что они откутаны романтикой. Сегодня козерогу нельзя оставаться в стороне от происходящих событий, он должен быть активным. Но когда еще не быть в розовом тумане, как весной? Конечно. На время любви. Водолеи. Все то, за что вы давно не решали взяться, лучше осуществить именно сейчас. Как раз вот не только любить, но еще и делаться. Это самый емкий гороскоп как бы. Надо делать. Рыбам, куда бы вы ни пошли, вам не будет препятствовать ожидание в очередях, которое вас так сильно раздражает. Не стоит много думать и анализировать. Сегодня это не полезно. Нужно просто прожить этот день без лишних эмоций. Спокойно, не спеша, не торопясь. Размеренно. И понимать, что сегодня понедельник, неделя длинная, нужно беречь свои нервы. Да, экономно, на перспективу оставлюсь. Все правильно. Наша программа на этом завершается. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Но завтра, обещаем, будет много интересного. Посмотрите, что именно. День больших перемен. Как не сломаться под ударами судьбы. И счастливые люди. Анна Солнечная создает удивительно теплые работы. Без рецепта. Свободу детскому кишечнику. Советы педиатров по поводу деликатной проблемы. Надеемся, что сегодняшнее утро с нами было для вас очень полезным. Но и мне вообще нет сомнений, с учетом того, что у нас были такие громкие гости. Они задали ритм, они задали темп не только сегодняшнего дня, я надеюсь, а все недели все должно быть громко, ярко, так же красиво, со всеми такими же поворотами, ударами. И так же феерично все должно быть. Друзья, спасибо вам за внимание. Пусть эта неделя принесет вам массу положительных эмоций. Пусть она будет эта неделя плодотворной. Мы вас любим. Спасибо за внимание. Завтра в 8-10 утра ждем вас у экранов телевизоров. Мы вновь вам скажем здравствуйте. И будет весело. Если что-то не получается, остановитесь, возьмите в руки две палки и бам-бам-бам. Всего доброго. Мы вас любим. Пока. Пока-пока. Уже спокойся. Мне просто очень понравилось. Очень красиво. Спасибо. 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 Спасибо.